Приятное волнение такое. Даже у меня почему-то. Бывает такое, когда волнение проходит, и вот это прям офигенное чувство. А сейчас волнение... Сейчас чуть-чуть... Накрыло, да? Нет. Ты спокоен. Ну да. Релакс. Ну, терять нечего. Ну как? Ребят, спустя. Чёрная рука в стол. Я хотел сказать, что не стало. Ну, можно начинать. Спасибо большое, спасибо большое, что пришли. Мы очень искренне рады вас тут видеть. Искренне рады, что вы приехали из Ак-Тубе. Саламат, когда мы увидели то видео. То видео, где ты очень такой... Классное видео. Да, классное, позитивное. Я не досмотрел... Я только что сейчас досмотрел до конца, потому что тогда я посмотрел, но сразу понял, но у меня немножко это... Ну, я таким темам очень... Ты поняли, что его Саламат зовут? Да. Вот на моменте... Привет, меня зовут Саламат. Ну, мне сразу... Я сразу почувствовал этот подход, что другой подход, и захватывал. Я не посмотрел просто потому, что я очень такой к этим темам эмпатичный, и начинаю грузиться. И, ну, сразу была мысль такая, это, кажется, парень, которого нам бы хотелось бы видеть бы на Замандасе. Объясню, почему. Первое, это классный подход был видео. То есть... И он был искренен. Даже если я тогда не досмотрел, я сразу же понял, что у этого видео есть добрый посыл. А Замандаса это про доброту. Вот. Так что мы рады вас видеть здесь. Ну, здесь абсолютно взаимно. Мы тоже рады, что здесь появились. Здесь достаточно тоже интересная история, такая смешная. Потому что, когда вышло видео, мы увидели то, что вы сделали репост. И Сабит мне скидывает скриншот, то, что вот Кана Бесикеев сделал репост. Он мне скидывает и говорит, скорее всего, на днях тебе Кана напишет, и, скорее всего, ты поедешь туда. Потому что, когда я это видео тоже увидел, наверное, ну, не первым, я думаю, у кого-то там тоже репосты, репосты. И видео на удивление, да, ну, казалось бы, да, там, ты показываешь, рассказываешь, что у тебя нету ног, одной руки. Но не было никакой жалости, знаешь, типа там, ааа, как так, наоборот было, вау, нифига себе. Кстати, голоса я так и не понял, это твой голос или нет? Нет, не голос. Кстати, из-за этого мне не понравилось, братан. Почему не твой голос? Почему нет? Да, я как документалист такие вещи не очень люблю. Здесь просто у меня чисто по времени не получалось это сделать. Я на работе был, и вот все это время, получается, пока... Вот мы сняли это видео, Сабит начал монтировать, он мне написал, типа, давай, запишем твой голос. Но у меня не получалось, тупо по времени я не успевал это сделать. Потому что у меня работа с утра до вечера, и это в таком бешеном режиме, что не было времени заскочить на студию и записать звук. У тебя сейчас время. Записываем. Давай. Меня зовут Саламат. Чуть ближе к микрофону. Меня зовут Саламат. Ну, вообще, я считаю, голос именно большую роль сыграл. Типа, ну, мы пробовали разные вариации, но все равно не то получалось. И есть чувак знакомый, Дамир зовут, он вообще в жизни так разговаривает. У него дома просто есть вот такой микрофон. А, это Дамира звук? Да, голос, да. Получается, я ему пишу, ну, попробуй просто, начитай. Он начитывает, и вот с первого раза сразу легло. Интересно. Сабит, ты, который снял это видео. Да. То есть, что еще самое меня удивило, Саламат сказал, я пройду с одним условием. Со мной должен быть Сабит рядом. Интересно, чувак, уже условия свои. Нет, я объясню, почему такое было. Когда видео мы записывали, Сабит мне снял его абсолютно бесплатно. То есть, я не потратил ни копейки. Он сам пришел ко мне, сам сказал, типа, давай я тебе сниму видео и помогу со сбором. И, соответственно, в знак благодарности я захотел его взять с собой. Я ему сразу сказал, Саба, если, типа, меня позовут, и я поеду один, это будет неправильно. Будет правильно, если мы поедем вдвоем, потому что это твоя заслуга. Он мне деньги вообще предлагал. Это да. Давай я тебе, говорит, заплачу все-таки. Я говорю, иди в жопу. Ты сам, выживете в Актобе, ты занимаешься видеопроизводством? Да, у нас продакшн. Вот, который делает, я посмотрел два видео, кстати. Первый я досмотрел, второй вот только что я сейчас посмотрел, и скажу, что суперские работы. Второй больше понравился. Можно я спрошу, ну, как бы главный вопрос вообще, да? Он здесь и так витает у нас. Ты как? Че случилось? Меня зовут Саламат. Это я до того, как меня переехал в поезд, где чудом остался. Ну, почти. С тех пор я всеми способами пытаюсь заработать себе на протез руки, и по моим подсчетам я заработаю на него где-то к годам сорока. Тема, тема. Нужен ли он будет мне тогда? Вопрос другой. Цена на него растет с каждым днем, и я понимаю, что у меня мало времени, поэтому вынужден просить вас о помощи. Поддержать меня и пополнить карму вы можете просто переведя любую сумму на мой счет. Короче, история такая. Это был 2018 год, 27 июля. Это спустя 25 дней после того, как я расписался со своей уже бывшей женой. Получается, я сидел на работе, работал я в телекомпании, получается, Кастель Продакт Мурлан Хоембаева и вел переговоры с Найроби по съемкам фильма бизнес по-казахски, три в Африке. Живя в Актубе уже? Нет, живя здесь. Я жил в Алмате три года. Вау. И под пояс я попал, соответственно, здесь. И вот это были такие дни, когда у меня были большие проблемы на работе, когда я нифига ничего не успевал и просто разрывался. Плюс у меня были бытовуха тупо, тупо бытовуха дома. И, получается, я пришел на работу в 8 утра, сидел до 8 утра, и домой я где-то освободился в районе 3 часов ночи. А, в 2 часов ночи я освободился. Решил прогуляться. Думаю, пойду прогуляюсь, подышу воздухом. Домой не хочется идти, потому что там опять эти ссоры, опять ругань и так далее. Начал переходить дорогу, получается, здесь одну прошел, вторую, третью, и тут железный переход. Одному сейчас пройду вот эту железную дорогу, поймаю такси на той стороне и поеду в сторону дома с спокойной душой. Железная дорога около вокзала? Да-да-да. Второго вокзала, ты понимаешь? Второй вроде или первый, я не помню. На Блэхана Рейнбека, да, где-то? В тех районах? Да нет, там нельзя дорогу переходить. Я думаю, где-то на... где-то Роща Баумана, наверное, там. Где мост такой есть надземный? Ну ладно. И что, и что дальше? Я начал переходить дорогу, и в этот момент просто рельса поворачивается и закрывается стрелка. И вот я туда наступаю, и рельса захлопывает мою ногу, просто захлопывает мою ногу. И я не знаю, что делать. Просто захлопнула ногу, я пытаюсь ее вытянуть, никак не получается. У меня начинается жуткая паника. Что делать? Как делать? Куда я? Здесь сразу фрагменты такие, из пилы, когда там чувак ногу себе отрезает, а под рукой ничего нет. Сломать себе ногу не хватает духу в такой ситуации, потому что это самое, наверное, тяжелое решение, которое можно будет принять. И где-то недалеко, где-то 10 километров, где-то от меня едет поезд. Он меня видит, и он срывает стоп-кран. А стоп-кран надо срывать за 20-25 километров от происшествия, где тебе нужно остановиться. И так получилось, что получается поезд либо поедет прямо, либо он завернет как раз-таки на ту сторону, где лежу я. И мне предстоит выбор, куда лечь, как спрятаться так, чтобы обойтись меньшими потерями, так скажем. Я принимаю, наверное, самое тупое решение в своей жизни, и я тупо ложусь под поезд в надежде, что меня как-то это обойдет. Получается, мне отрубило ногу, я зацепился головой за низ вагонов, и меня тупо оторвало, и по вагонам начал тащить. Я читал эту новую. Возможно, потому что эти 8 вагонов просто по мне пошли, и они просто по инерции вагоны друг друга толкали за счет того, что стоп-кран был сорван. И все, получается, потом я лежал на рельсах, нога как была воткнута в рельс, так и была воткнута, оторванная, валялась. Вот эта правая рука, она была у меня на плече, вот так назад была сломана. Левая нога, по идее, ее можно было спасти. Мы разговаривали с врачами после всего, как это произошло. Левая нога у меня была сломана в эту сторону, и, получается, колеса поезда отрезали только мне мизинец, ну, до среднего пальца. Грубо говоря, три пальца, вот так вот, буква С, она мне отрезала. Вот. Потом я лежал, получается, там же лежал, вышел машинист в наших лучших казахских традициях и начал меня материть. Типа, ощущение, что ты творишь здесь, и так далее, короче. У него началась паника, но я понимаю, я его понять могу, потому что он был на эмоциях, он был в шоке от того, что он это увидел. А там была лужа крови просто, руки, ноги, все, где-то валяются. И типа этого человека можно понять. Он вызывает диспетчера, диспетчер вызывает участковых на вокзале, там два пацана таких молодых прибегают, они такие, типа, ты куришь? Я такой, да, курю. Вставляют мне сигарету, мы начинаем курить, они резко начинают снимать ремни, затягивают мне раны, чтобы остановить кровь. По рации вызывают сотрудников, получается, медицинской помощи. А скорая приехала только спустя 2-3 часа. Я там уже потерял большое количество крови. Почему они поздно приехали? Потому что до того места, где я был, очень трудно подъехать в машине медицинской помощи, очень тяжело. Эти пацаны приехали, получается, они принесли такие старые кожаные носилки, наподобие, наверное, советских. Они просто берут меня, ложат как будто в пакет, потому что там уже нечего ложить, по сути. Ложат туда, закидывают в машину, и 3 молодых фельдчера, 3 молодых пацана стоят и смотрят на меня и не знают, куда в колоте обезболивающее. Потому что некуда, вен не видно. И среди них был один парнишка. Там из-за обезболивающего что стоит? Такое большое наркотическое, типа вот этого, наверное, да? Типа травмодол. Травмодол. Да, и они... Там вот среди них был один парнишка, который фельдчер. Он мне просто поставил укол в шею. Тут они начинают, полицейские, участковые, с врачами ругаться. Типа, чего вы так долго ехали и так далее? Там он мог умереть и все такое. Ну, ребята хорошо среагировали. Что со стороны участковых, что со стороны сотрудников медицинской помощи, даже несмотря на то, что они были юными и молодыми ребятами, недавно закончишься универ. Они, получается, оказали мне помощь и сразу меня отвезли в БСМП. Здесь, получается, в БСМП меня привезли. Привезли вот так в палату. Ну, и я, короче, у меня начинается здесь болевой шок, и я начинаю нести херню. Типа, я вот так лежу на полу первый раз в жизни. Тебе больше не хочется драться. Я не знаю, почему я вспомнил эту фразу из «Бой с тенью». Не знаю, почему она в голову пришла. Меня положили, получается, на сил. Я вот так вижу перед собой свет. И подходит такой врач, над моей головой встает и говорит мне, ампутирует все, выключается свет, занавес, я засыпаю. Нам нужен чуть перерыв. Тяжело? Да, я... Ты нас сразу, конечно, панчанул. Ты нас панчанул, что я не знаю даже, как сейчас вести. Да. Вау. Вы спросили, я ответил. Может, не надо было спрашивать? Ты какую историю ожидал? Я же на ногу одну спрятал свою. Блин, пиздец. Ты реально какую историю ожидал? Типа... Не, я никогда бы в жизни не подумал, что может быть такое, что твою ногу могут просто прижать. А мне говорили это. Типа таких дофига ситуаций после меня, а здесь в поселке под Алматое женщину, мать, трею и детей пояс сбил насмерть. Никогда, блядь, просто переходить не могу. Не, ну ты, блин, ну зачем там... Ладно, я понимаю, ну ладно, это капец. Это капец. В Ак-Тубе я так делал часто, но в Ак-Тубе меня это обходило стороной. Но я тоже очень часто по молодости делал это. Микрофон, брат, ближе. А, мы уже начали. Но если бы ты, если бы ты выбрал другую сторону, да? Ау. А, хорошо. Если бы ты выбрал в тот момент другую сторону, то просто бы ногу отрезала бы одну и все. Да, да, да. Типа ампутировали бы только одну ногу. Да как бы ампутировали? Просто бы она оторвалась, да и все. И потом зашили бы, культиву обработали и все. Че субит, как жизнь? Нормально? Все хорошо? Да. Ладно, пацаны, я погнал. Мне кажется, я здесь лишний. Нет, нет, не лишний. На самом деле, мне такие истории нравятся, когда друг просит за друга. И из-за этого мне очень, ну, то есть, эта история польстила в тем, что Саламат просто сказал, вот, у меня только одно условие, я позову своего друга. Как я могу отказать человеку, который просит за своего друга? Конечно, конечно. И хочу сказать тебе, на самом деле, хороший стори-теллинг, очень крутой стори-теллинг. Вы эту историю, если бы вы ее подали вот так, как бы, как сейчас рассказывает Саламат, в том ролике, или, ну, в целом, как бы подали бы чуть-чуть даже жалости, то я не думаю бы, это вызвало бы такую эмоцию, а ролик очень добрый, он несет очень добрый, добрый, такой вот позитив, и ты там улыбаешься, ты там такой улыбчивый, такой, и там где-то юмор, где-то классный монтаж. Мы, если вы не против, ну, я думаю, мы так не делаем на Замандасе, но мы вставим этот ролик, чтобы люди посмотрели больше его, и, ну, мы хотим продвинуть, продвинуть ролик, я так понимаю, ты сейчас собираешь на ампутацию, ой, на ампутацию, что-то, последний, последний своей конечностью. На протезы, верно? На протезы. Ты сейчас собираешь на протез. Да, на протез руки собираем. Окей, сколько ты собрал за счет этого ролика? За счет этого ролика мы собрали на сегодняшний день общая сумма сбора 12,5 миллионов. 12, сумма в этом ролике указана, что тебе необходимо 20. 21. Да. Ну, осталось чуть меньше половины. Случается, да. Ну, я думаю, мы тебя соберем. Ребята, да, как бы, основная цель нашего приглашения на этот подкаст было помочь. Мы хотим помочь тебе собрать эту сумму. Спасибо. Теперь можешь нам рассказать, ты уже знаешь, какой протез, ты уже знаешь, что это, вот объясни это технически. На какой протез ты собираешь? Я собираю деньги на бионический протез. Это протез, который подсоединяется к нервным импульсам того, что у меня осталось от руки. То есть, это будет с локтивым суставом, потому что у меня локтя нет. С локтивым суставом будет подсоединяться, и за счет этого я буду отправлять, получается, по нейронным связям уже сигналы в протез. И будут шевелиться пальцы, то есть, будет такая вторая полноценная рука, только железная. И на руку сейчас собираешь? Да, чисто на руку. В ногах, в протезах я не нуждаюсь, потому что они не так дорого стоят, это раз, а во-вторых, ну, для меня эти протезы очень удобные. Я привык к ним. Расскажи про этот протез. Вот этот протез... У нас был ярбол, который прям один блог посвятил тоже протезоинженерии, и говорил, как сложно найти классный протез. Да, он рассказывал, как он собирал. Да, вот у тебя какие протезы? Они выглядят очень неплохо, по крайней мере. Не так, как выглядели у ярбола изначально, когда я там 3-4 года назад увидел его первый протез. Но вот эти протезы... Сколько они стоят вообще в 10 лет? Вообще они стоят 10 миллионов тенге. Да, тоже не дюйм. Каждая? Нет, в общем. В общем они стоят примерно плюс-минус 10 миллионов тенге. Самая дорогая часть, наверное, этого протеза, это вот эта карбоновая железка, потому что она амортизирует меня во время ходьбы. То есть, когда я иду по какой-то неровной поверхности, она компенсирует все это и не отдает мне, так скажем, в ногу, чтобы нога болела. А так это практически обычные протезы в целом. Я их получил вообще просто по счастливой случайности. Ты получал... Ты заплатил за них или ты был грант или там через портал? Через портал протез вытащили, но операции, все, которые мне делали, делали платно, потому что был такой момент, что протезы мне не подходили. Вообще не подходили. Мне первые протезы, которые изготовили, они были из латекса. То есть, одеваешь их как пират, там внизу такая иголочка на нее, так вот одеваешь, закручивается, она резко защелкивается и все. Но мне было неудобно, потому что у меня есть такая проблема, она до сих пор осталась, у меня с обеих сторон выпирает кость. И она упирается в основание протеза. Из-за чего она часто кровит, я не могу долго ходить. Вот так вот. А сейчас уже другой материал. Сейчас материал педелиновый. То есть, они специально под меня подготовили его, я чисто в них гоняю. Ты прям целый день можешь ходить в них? По дому? Или ты дома переходишь? Я в основном передвигаюсь за рулем. То есть, я... Когда ходим долгое время... Есть такое? Надо подождать? Да, 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 да. Бывает такое, что вчера мы гуляли, я там на ступеньку не увидел, мимо нее шагнул, и у меня резко судорога схватила. Потому что мышца резко напряглась, и за счет этого резко судорога. А есть вообще протезы, которые, ну... Где ты не чувствуешь вообще дискомфорта? Не, ну мне интересно самому просто. Такие протезы есть, в основном это беговые протезы. Они удобные, они очень классные, то есть, можно заниматься спортом, но такие протезы тяжело достать. Их не всем дают. Вот так вот. Как изменилась твоя жизнь? Наверное, ну, понятное дело, она поделилась до и после. Ну, здесь смотри, ты, наверное, можешь подумать о том, что моя жизнь поменялась в какую-то худшую сторону. Нет. Я как бы... Ну, обычно многие люди реагируют так, когда меня видят в первый раз. Элементарная ситуация здесь в Алматы была, когда мы пошли в нотариус, меня вот так вот на коляске потащили, я тогда еще протезы не получил, меня на коляске потащили в нотариус, но там не было пандуса. Смотрели на тебя как напомнил. Нет, это не самое худшее, что могло быть. Меня оставили внизу, это была зима, получается, меня оставили внизу, сами зашли в нотариус, мои родственники, и оставили меня внизу. Я сижу, достаю сигарету, начинаю курить. Проходит один человек на меня так посмотрел, второй прошел, посмотрел. Тут проходит какой-то пацанчик, молодой парнишка, что-то в кармане копошится. Копошится, копошится такой. И вот так вот мелочь достает, и вот так вот меня просто берет и кидает. Я такой, и меня это очень сильно задело. Я просто начал жутко орать и материться. Он был в шоке. Ну, в аэропорту у нас ситуация, которая была, это вообще... Тоже по приезду такая же ситуация была. Сюда, да. Это как в фильме было. Мы выходим, ждем такси, и парнишка молодой подходит, говорит, блин, пацаны, мне до Тараза доехать надо, денег нету, помогите мелочью. Он дает мелочь, он видит то, что у него, ну, смотрит на ноги, и такое, как в фильмах. О, бро, не-не-не, спасибо, не надо, прости, на, забери обратно. Ну, что, может, вам помочь как-нибудь там? Как будто, ну, у меня ощущение было, как будто он ствол достал. Ты считаешь, ну, такое отношение не должно... Как, просто вы думали, что у этого парня в голове? Наверное, ему просто неловко стало. Скорее всего, да. Здесь, скорее всего, ситуация сама-то, опять, немного смешная была. Как бы ты хотел бы, чтобы тебе, ну, что парень взял бы просто и даже не видел, не оценил бы, не оценивающе смотрел бы, да, на эту ситуацию? Мне без разницы, мне без разницы, в принципе, как он отреагировал. Главное, я сделал намерение ему помочь. И то, что он мне сказал спасибо, этого было вполне достаточно. А то, что он там отреагировал, он как раз-таки, наоборот, нам поднял настроение по прилету, хотя мы там из-за погоды расстроились. Потом он достает ствол, и они такие, оу-оу-оу. Он еще руки так поднял, типа, извините. Да. А вот этот вот юмор, вот этот юмор темный, черный, он присущ был и до этого тоже, до этих событий, или вот как-то это поменяло? Вот, вот этот черный юмор, пойти до этого, мне нравился черный юмор. Мне нравился черный юмор наподобие, типа, мамки, папки, типа, усыновления, детские дома, что-то такое. Про инвалидность, как бы таких шуток раньше не было. То есть я и не шутил на эти темы, и никогда не воспринимал эти шутки всерьез, как что-то прикольное. Но после того, как со мной это произошло, я подумал, ну, типа, ну, это же смешно. Когда, типа, тебе человек тянется правой рукой поздороваться, и вы такие, типа, за ручку взялись и пошли. И когда спрашивает, я кончу голгайда. Тоже, типа, распространенный прикол. Шутка, которая была на ЧБД, Олег Майами подошел к там комику, Дедькову. Дедькову. Типа, как ты думаешь, это хорошая шутка была? Здесь зависит, восприятие зависит. Тот воспринял очень... Он стесняется этого. Сергей Дедков стесняется своего вот этого недуга. Я вообще в целом слово инвалид по отношению к людям с инвалидностью я не люблю. Потому что если разбираться и дословно смотреть значение слова инвалид в переводе с английского языка, это означает немощный, несильный и так далее. И когда у нас в Казахстане называют, допустим, меня, либо мне подобных людей инвалидами, я считаю, это неправильно. Так не должно быть, потому что это звучит как оскорбление. Инвалид — это тот человек, который, там, не знаю, жену бьет, который может выйти в парк на сад. Вот это инвалид. А про таких, как мы, людей принято говорить даже в Соединенных Штатах, в странах Европы принято говорить люди с особыми потребностями. Даже звучит приятнее. Вот как-то так. На нашем подкасте ребята как-то говорили, что они... Люди с инвалидностью. Да, либо с инвалидностью, либо с особыми потребностями. Типа, я же не могу сказать, что я чем-то хуже кого-то. Я так же работаю, я так же развиваюсь, так же хожу, пью, занимаюсь какими-то домашними вещами. Ничем не хуже, ничем не лучше. Расскажи про секс. Вот это самая, наверное, распространенная тема. Про секс сразу? Может, про жену поговорим? Да, попозже. Это в ТикТок пойдет, да? Ну, типа. У меня же секс отдельно, жена отдельно. Нет, он же говорит, бывшая жена уже. Ну, да. Так у меня сейчас девушка есть. А, да? Прикинь. Ты меня недоцениваешь. Быстро, вкратце. Бывшая жена стала бывшей после этого случая? Да. Или к этому уже нарастала? Да раз он не хотел домой идти, домой к жене, значит, это уже было. Ну, это ладно, это лично. Это такое, по нарастающему. Ушло, и накопительный эффект сработал, так скажем. Что рассказать про секс? Да. Что про секс рассказать? Технически, да? Про секс это самый распространенный вопрос в моем инстаграм, в моем окружении и среди моих друзей. Ты отвечаешь на него? Ну, да, отвечаю. Ну, типа, ты можешь сейчас спросить, типа, как ты этим занимаешься? Типа, в протезах или без? Я тебе могу сказать то, что... Спрашиваю, как ты этим занимаешься, в протезах или без? Могу и без, и могу и в. Удобнее как? Как тебе больше нравится? Без? Нет. Ну, соответственно, без протезов удобнее. Типа, в протезах просто дольше, потому что меньше сигнал, сигнал медленнее доходит. А без протезов быстрее. Все. Основное отличие. Ощущения другие. А подруге нравится с протезом или без протеза? Честно, я никогда не спрашивал насчет этого. Надо будет спросить обязательно. Я так хочу отткнуться в этот разговор, но я не знаю. Втыкайся, втыкайся. Вот, открыли. Шик, шик. И тут такой вопрос, какие позы ты любишь? Нет, типа, все спрашивают про секс, а не знают, что конкретно спросить. Расскажи, как... После этого случая, через какой момент у тебя произошел первый секс? Так, так. И он был запоминающим? Или так? Ну, так это... Это было как первый секс в жизни? Нет, смотри, давай вот... Да это стрессовая ситуация, мне кажется, была очень сильная. Нет, нет, нет. Смотри, давай чуть-чуть по порядку пройдемся. Смотри, после того, как я попал под поезд, прошло полгода. Даже больше, там, 7-8 месяцев прошло. Я попал под поезд, получается, в июле. Три месяца реабилитации. Потом подготовка к следующей операции. Потом опять реабилитация. Потом мне делают операцию на руку. У меня до сих пор не функционируют пальцы. Этот палец более-менее сейчас разработал. Вот этот палец я вообще не чувствую. Вот эта операция. И в январе месяце 2019 года я получаю протезы и уже выхожу на работу здесь, в Алматы. Потом начинаются домашние скандалы, уже подготовка к разводу, все такое. Я принимаю решение уехать с Алматы и вернуться обратно к себе в Ак-Тубе, потому что я только получил протезы, и нужен человек, который будет за мной ухаживать. Родители все в Ак-Тубе, братишки все в Ак-Тубе, здесь никого не осталось. И в такой момент всегда только родители. Я вернулся обратно, и тут у меня начинается депрессия после развода, после всех этих ситуаций. Сказать честно... Ты получил комплексные травмы. Сказать по-честноку, если вот... То, что я попал под поезд, по мне не ударило так сильно, как ударил развод. Я не знаю, почему так произошло, но развод ударил сильнее. Потому что я морально был готов к тому, как жить дальше, потому что я уже осознавал, что там протезы, инвалидная коляска и так далее. Я это понимал. А как жить дальше без человека, которого ты любишь, просто не представлял на тот момент. И от этого было очень грустно. И так получилось, что все те друзья, которые у меня были до, они перестали со мной общаться. Почему? Потому что когда я здесь работал, я здесь начал хорошо зарабатывать, у меня средняя зарплата здесь выходила 500-800 тысяч в районе этого здесь. Кем ты работал? Если... Ну, ты работал у Нурлана Хоембаева? У Нурлана Хоембаева, да, ты работал? У него я работал администратором и СММщиком. Введение Инстаграм-аккаунта. Два аккаунта я увел. Помог он как-нибудь тебе? Он сильно помог. То есть, когда он узнал об этом всем, он собрал всех своих знакомых, чтобы они пожертвовали свою кровь на донорство. Да ты че? Да. Нурлан Хоембаев. Мачлав. Вообще, Нурлана Хоембаев крутой мужик. Я тоже считаю, что он молодец. Он максимально простой, с ним можно спокойно по-свойски постоять и пообщаться. То есть, нет какой-то звездной болезни. Ты в Фифу выигрываешь? В Фифу с ним не играл. Он хорошо играет. Это больная тема для меня после вчерашнего дня. А мы приехали, просто Соньку арендовали. Он все это время говорит, давай сыграем в Фифу. Я вообще не воспринимал это никак. Я думал, он угорает просто. Я играю. Я тебя, говорит, вынесу. Вчера, позавчера, не поленился, взял в аренду PlayStation. И мы начали играть. И он пару раз выиграл меня. Я в шоке. Я бы знал, я принес его PlayStation. У нас дома есть. Я еще сижу, пропускаю голы и начинаю думать. Отмазки всякие искать. Не того выпустил. Потом думаю, блядь, я проигрываю однорукому человеку. Ну, какие отмазки. Это очень стыдная история. Ну, мне все равно никто не поверит, что я выиграл. Ну, ему никто не поверит, да. Красавчик. Вернемся к разговору под друзей. Вот. Те друзья, которые со мной общались до, просто перестали со мной общаться и выходить на связь. Потому что, когда я был при бабках, я был всем нужен. Займи, примеси, помоги, давай потусим и так далее. А после этих людей просто не стало. Я типа, ну ок, хорошо. И у тебя появились новые друзья? Появились новые друзья, с которыми, с которыми вот они помогали меня вытащить, так скажем, из этой ситуации. Мы три месяца каждый день с девяти утра до девяти вечера просто пьянствовали. В девять вечера мы выходим, до девяти утра мы сидим где-то в баре, где-то в кабаке, либо выезжаем за город, там берем с собой пару бутылок водки и начинаем пить до тех пор, пока меня не отпустят. Тебе нужно было перепить. Да, и принять вот эту ситуацию с тем, что мне нужно дальше двигаться самому. Когда пришел момент, то есть, когда ты перестал более-менее пить, понял, окей, теперь надо дальше жить, и уже... Это был сентябрь месяц. Соответственно, из-за того, что мне нужно было делать операции, вот это все, родители залезли в очень большие долги. То есть, они продали квартиру, продали машину, и остались, грубо говоря, ни с чем. И остались с кредитами. Я задумался, типа, ну, сколько это может продолжаться? Типа, я могу пить дальше, либо я могу сейчас найти работу и как-то помочь родителям позакрывать эти кредиты. Я проснулся в один прекрасный день с такой мыслью и начал отправлять заявки по Headhunter, искать вакансии. Пришел в одну организацию. Мне, мягко говоря, сказали о том, что парень, оу, типа, у тебя инвалидность, ты полный, там, рабочий день не отсидишь. Ты нам не нужен. Потом в другую компанию отправил, они посмотрели резюме в онлайне. То есть, они меня не видели, в онлайне посмотрели мой резюме. Такие, типа, блин, крутое резюме. Ты там-то, там-то работал. Ты, наверное, классный сотрудник. Я такой, да, давайте встретимся. Я прихожу на собеседование, они смотрят на меня, такие, типа, блин, извини. И вот так было, наверное, порядка 30 раз, когда меня тупо отшивали из-за того, что у меня инвалидность. 30 раз? Где-то так. Может, даже и больше. Потом я устроился в цветочный магазин к своему хорошему другу. Он меня устроил с самымщиком. Он не хотел брать. Я говорю, можешь не платить, просто возьми, чтобы я был хотя бы чем-то занят. Он говорит, окей, давай попробуем, посмотрим недельку. Недельку мы отработали, потом он говорит, я готов платить тебе, там, 60 тысяч тенге. И после того, как я в Алма-Ате зарабатывал, там, баснословные деньги, и здесь ты приезжаешь в Ак-Тубе и такие, типа, 60 тысяч, такой, типа, блин, я попал. Надо привыкать. Да. Отработал полгода за 60 тысяч тенге, потом мне на месяц подняли зарплату до 80, и так вот до 120 в итоге мне подняли. Потом я ушел оттуда. Сейчас в общей сложности твой заработок достигает тех прежних? Сейчас да. До инвалидности, которая... Да-да-да, сейчас достигает, потому что у меня есть один свой бизнес и другой бизнес, который я беру в аренду. Расскажи, пожалуйста, каким бизнесом ты занимаешься? У меня организация детских мероприятий, ну, грубо говоря, это аниматорская служба. То есть мы выезжаем на детские мероприятия, организовываем их, проводим дни рождения в костюмах. То есть... Ты сам выходишь как аниматор? Нет, я уже стар для этого. Ну, была такая идея вообще, мы с ребятами как-то своими спорили о том, чтобы я вышел, показал как надо. Типа, давай, одень костюм пирата, и мы посмотрим. Я говорю, если я выйду в костюм пирата, дети поверят и офигеют просто. Это дорого стоить будет. Такая мысль была. Сейчас чисто ребята занимаются. Я занимаюсь тем, что, допустим, я встаю, сажусь в машину, завожу, прогреваю, еду за ребятами, собираю их, и мы едем в офис, грузим костюмы, едем по заказам, заказы заканчиваются, я их жду, гружу машину, развожу по домам, и потом домой, и потом эти костюмы заносишь и стираешь. Я прочитал твой пост, где ты пишешь и почему-то оправдываешься, что тебя обвиняют в мошенничестве, о, не в мошенничестве, а в попрошайничестве. И ты расписал, сколько ты примерно зарабатываешь, сколько ты примерно тратишь, сколько у тебя остается. С этим вообще я не соглашусь, потому что, ну, насколько я знаю, когда люди просто... Не я обвиняю, я увидел просто пост. Нет, я понял, да. Ну, насколько я знаю, у него было такое мнение, что не давай мне денег, а лучше, типа, купи мои услуги. Помоги мне вот этим, чтобы я заработал честным трудом. Ну, просто я хочу здесь объяснить, почему я такого мнения, и почему я так написал. Типа, я своих слов не отказываюсь, и не отказывался никогда. Здесь, скорее всего, играет роль мое воспитание. Когда я попал под поезд, я увидел в первый раз в жизни слезы своего отца, который сказал мне, ты не имеешь права сейчас сдаться. И когда я увидел его слезы в первый раз за всю свою жизнь, мне 26 лет, я никогда не видел слезы отца. Я их в первый раз увидел в больнице, когда они стояли с мамой в коридоре и обнимались, а ты поднимаешь вот так голову, как будто у тебя все тело не двигается, как параллезонный какой-то, и видишь эту картину. Тогда ты понимаешь, что ты не имеешь никакого права сейчас сдаться, опустить там оставшуюся руку и лежать там, ныть и жаловаться на жизнь. И когда я начал сбор, я хотел, чтобы люди пользовались моими какими-то услугами и платили мне за это деньги. По 5-10 тысяч деньги, неважно. Потому что я не привык получать деньги просто так. Мой отец всегда объяснял, что любые деньги достаются трудом. Не бывает легких денег. Легкие деньги, они приходят, либо уходят, они как вода, сквозь пальцы их нет. Поэтому к труду мы были приучены еще с детства. Поэтому только за труд. Ты также занимаешься SMM? SMM я сейчас занимаюсь реже, потому что у меня сейчас большая занятость по аниматорам. Мы с моей девушкой этим занимаемся. У нас с ней большая занятость именно по этой теме. Потому что я сейчас расширяю спектр услуг, потому что у нас есть определенная аудитория, и мы хотим в эту аудиторию включить доп.услуги, чтобы клиент приходил и покупал услуги под ключ. Так скажем, он берет аниматоров, он берет шары, он берет торты. То есть ему не нужно париться, искать где-то по городу это все. Он приходит к нам, мы ему это все организовываем и привозим. То есть мы заняты этим. Как с девушкой познакомился? Ой, это вообще смешная история. Мы познакомились, когда я устроился в Октябрьскую медакадемию. Меня туда устроил мой друг на полставки. Ну типа, чтобы я был хотя бы чем-то занят. Получается, я пришел на работу, мне говорят, типа, принеси документы, короче, пойдем сейчас оформлять тебя и так далее. А друг мой не может этого сделать, потому что он занят. Он говорит, получается, своей подчиненной, типа, давай ты с ним сходи, помоги ему оформить. Он там ручкой писать не умеет, ты за него заполнишь все бланки, все заявления заполнишь, покажешь, что надо сделать и пообщаетесь, познакомитесь как раз. Получается, я привез все документы, мы познакомились, типа, Оля, Саламат, очень приятно. Пошли, заполнили все и что-то разболтались. Она такая, говорит, у меня такой-то, такой-то бизнес есть, аниматорская служба, но, короче, мне он приносит мало заработка. Как ты думаешь, как маркетолог, что можно сделать такого, чтобы я начал зарабатывать больше? И на этой почве мы заобщались. Я начал ей давать какие-то советы, мы начали встречаться, разговаривать, то есть был такого рода небольшой коучинг с моей стороны. Мы так начали общаться, дружить, дружили, потом я что-то вообще начал перебарщивать, я начал прикалываться, типа, а давай, типа, переспим, типа. Она такая, ты что, дурак? Я такой, ну, давай представим, что ты моя девушка, и мы переспим. Ты с ней сразу начал катить, да, получается? Да. Ну, знаешь, это... Типа уже терять нечего, да? Нет, 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 нет. Типа мы были друзьями, я думаю, что мы друзья до такой степени, что можно и переспать. Но это было все в шутку, то есть если бы дело дошло до этого, то я бы дал заднюю. До этого у тебя не был секс? Или был до этого секс? Ну, был, я же был женат. Нет, после, после этого случая. А, промежутки был, но это были какие-то случайные встречи. Тоже по дружбе и так далее. Интересно. Есть девушки, которые общие знакомые, наших общих, там, моих какие-то знакомые, которые пишут, типа, привет, как дела? Было бы интересно. А, нифига себе. Как поджечь знакомые знакомых пишут? Ну, да, какие-то общие знакомые, девчонки, когда-то мне в инстаграм писали, когда я еще был, после развода, я был холостой, писали, типа, было бы интересно посмотреть, как ты это делаешь. И, и тут я просто начинал провокацией заниматься. Хочешь посмотреть? Она такая, да, сейчас приеду, все. Обычно, когда подкасты смотрели мы, обычно как раз таки канал, ну, молчит, более тактично себя ведет, а ты наоборот, ты провоцируешь, ты болтаешь, ты задаешь вопрос, а сейчас? Когда ему нравится, он молчит. Мы в офисе, когда с ребятами обсуждали тоже, ну, про тебя тоже негативные были немного, такие отзывы, блин, он такой, типа, провокатор. Пошли они уже по всему. Мне наоборот нравится то, что, ну, вы разные в разговорах. Ну, а сейчас наоборот получается, почему-то. Не, а что получается, наоборот, Кана не провоцирует, я сижу, я просто, как ты сказал, как тебя задавил поезд, у меня с этого момента, блядь, эта картина не меняется. Я вижу, как ты такой, блядь, сука, а он едет, не тормозит, блядь. Ну, как ты выбрал другую сторону, я чуть-чуть, короче, не понял этот момент. Ну, типа, смотри, вот нога зажата, ты можешь либо вперед, либо назад. Ты ее никак не выдернешь, блядь, да, сломать ее? Нереально. У тебя духу хватит себе ногу сломать, допустим, вот мы возьмем, у тебя как-то хватило же духу лечь прямо под поезд, блядь. Ну, блядь, а что я должен был сделать? Стоять? Ну, хотя бы противоположенно набежать. Какие образы? Фу! Там паника, там реально паника. там паника, нет, я как представил, блядь, что вот он же еще приближается и приближается. Там паника такого рода, что ты уже видишь силуэты родных, понимаешь? Ты прям в середине лежал, типа, на самих рельсах? Нет, вот где поворот, и вот так вот, вот на поворотах, на поворотной, короче. Ну ты, короче, решил, вот смотри, вот рельсы, да, вот, скажем, тебя эта рельса зажала, да, и ты решил, короче, вот в эту сторону, чтобы она тебя вот с этой стороны, короче, отрезала, и ты остался под поездом. А на самом деле она, короче, и ты просто выдернула ей все, да? Да. Но она осталась, как она была. Бля, а как ты вообще в живых остался, блядь? Это же пиздец тоже. Ну, врачи, когда меня, вот, получается, привезли туда, в больницу, меня положили в реанимацию, родители в Ак-Тубе им позвонили, на второй день родители, когда приехали, вышел врач-хирург, который меня оперировал, и родителям сказал он, типа, ваш сын не выживет, короче, зовите Мулу, короче, хоронить будем. Родители в шоке. Конечно, сука, там артерии, блядь. Что делать? Вызвали Мулу, начали читать Коран, уже начали готовиться к похоронам они. А я в реанимации в этот момент, я не знаю, что происходит, я за все время в реанимации, пару раз открыл глаза, я видел медсестру, она такая видит, я ничего сказать не могу, потому что у меня во рту там три трубки стоят, одна питательная, одна дыхательная, еще какая-то трубка торчит во рту, я ничего сказать не могу, я просто вижу ее. Она говорит, все хорошо, родители приехали, ложись спать, отдыхай, короче. Я закрываю глаза, все. Сколько дней прошло в реанимации, что происходит там вокруг, я ничего не знаю. Потом мне уже мама рассказывает, говорит, когда нам сказали о том, что ты умрешь, мы начали уже готовиться, Мулу позвали, все прочитали. А ты что чувствовал в этот момент, когда ты узнал? Я плакал, я просто плакал. Когда мне мама все это рассказывает, я просто плакал. Мне было стыдно перед родителями за то, что я такой конченый. Мне мама потом рассказывает, говорит, я тебе в реанимацию хотела зайти, чтобы попрощаться с тобой, чтобы увидеть себя в каком-то состоянии. Врачи не запускали, говорит. Ну, там все чисто, антисанитария не должна присутствовать и так далее. Я, говорит, подошла к врачу, дала ему на лапу 30 тысяч и прошла, говорит, на 10 минут. И то, говорит, там полностью бахилы одели, короче, чуть ли ее там не помыли хлоркой, чтобы подпустить ко мне. И она 15 минут возле меня сидела, держала меня за эту руку. Она была полностью в гипсе, вот эта вся рука. Держала за руку и просто вспоминала о том, каким я был ребенком, каким я был человеком и так далее. И я в свое время, будучи студентом, открыл волонтерское движение Бюро добрых дел города Ктюбе. Мы помогали людям. Один раз мы собрали мальчику на лечение миллион тенге. Я какие-то свои вещи отдавал. Ну, что-то такое делали. Было интересно, было прикольно заниматься богатурительством. И это нравилось мне. Потому что этим занимался когда-то мой отец. То есть он мог мои вещи отдать моим одноклассникам, которые живут на дачных участках. А потом ты приходишь на физру, и твой одноклассник в твоей футболке бегает. И ты такой, в смысле, где ты ее взял? Там они говорят, твой папа подарил. Ты же со своего первого сбора тоже отдавал другим детям. Да. Но здесь, видишь, я к чему это веду? К тому, что мама просила Всевышнего и задавала вопрос, почему он помогал, а ему это сейчас не возвращается? То есть мама задавалась таким вопросом, почему так? И так получилось, что после того, как она зашла, мое состояние сразу автоматически стабилизировалось. Я не знаю, как это объяснить, и я не знаю, как это происходит. Но когда я был в реанимации, я просто как будто бесконечно падал куда-то. Вот это единственное, что я помню, что я бесконечно куда-то падаю, 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 и вижу родителей, друзей, свою жизнь какую-то вспоминаю. И вот так вот бесконечно падаю. Все. Типа это воспоминание с реабилитацией. А потом перевели в палату, и первую неделю я тупо был под травмодолом и ничего не помнил. Антинаркотическое вещество. Если бы была возможность сходить, я бы, наверное, пошел и нашел бы эту наркоту. Потому что подсел на нее страшно. Сколько времени ты на ней сидел? Ну, получается, если реабилитацию тебе кололи. Да, мне ее кололи, в общем, где-то неделю. Потом они поперестали ее давать, сказали, это вредно, чувак, нет. Ну да, да. А фантомные боли у тебя продолжаются? Фантомные боли, это вообще отдельная история. Ну, я когда про фантомные боли узнал, это... Это когда у тебя болит нога, которая нету? Это вдвойне обидно. У тебя нету руки, но она у тебя болит. Болит, ну да. Это получается... Это нервная история, да? Нервные окончательности, но я не знаю. Мне кажется, что... Нервы помнят, да? Это нервы помнят, это помнит твой мозг. У меня, когда первая неделя в больнице, я лежу, и я чувствую, как у меня чешется пятка. И я хочу ее почесать, но я не могу этого сделать. И ты берешь мысленно в голове, тянешь как будто туда руку, и как будто чешешь. И потом она успокаивается. А ночью, допустим, после десяти, начинается просто жуткая адская боль. Это ты лежишь, и у тебя начинает гореть рука. У меня было такое ощущение, что моя рука где-то валяется на улице, а на улице идет дождь, и на нее капает, получается, вода. Было ощущение, что, допустим, меня поставили в тазик, который залили водой, и провели туда ток. Разного рода ощущения были. И это очень больно. Ты типа прямо ощущал ладонь свою, да? Да. Ну ты лежишь, ты чувствуешь, как у тебя что-то чешется. Локоть, пятка, палец. Ну сейчас это все позади, потому что ты вот, я наблюдаю, ты часто вот свое плечо вот это... Нет, это осталось. Это осталось, да? Осталось, да. Я пил таблетки, но сейчас появился. У меня сейчас плечо фантомит, и оно горит. Ты обращался к профессиональной помощи психолога, психотерапевта? К психологу я никогда не обращался. То есть у меня не было проблем именно с психикой. Я осознавал, что будет, как будет, что мне делать дальше, и как жить. То есть к психологу, к психотерапевту никогда. Мысль о суициде не навещала? Мысль о суициде была... У меня один раз была. Когда в больнице мне мама вот эту всю историю рассказала. Типа вот так-то было. И я вот открываю глаза, получается, после реанимации, я вижу, сидит там мама, папа, все сидят, что-то плачут, родственники там бывшей жены, она сидит, все плачут, плачут что-то. А я открываю глаза, я не понимаю, что происходит, и так отдаленно слышу голос мамы. Она начинает со мной разговаривать, вот эту историю начинает рассказывать, и я просто на автомате начинаю плакать, и мне становится стыдно перед родителями. Стыдно перед родителями до такой степени, что мне захотелось просто, типа, блин, отключите меня нафиг. А жена где была в этот момент? Бывшая жена. Дома. Ей позвонили, о том, что... Дома в Алматы? Да, да. Мы жили на съемной квартире здесь, на Мауленово. Вот. И ей позвонили, сказали так-то, так-то, короче, ваш муж попал под поезд. Она позвонила моим родителям, позвонила своим родителям, и все моментально выехали, все сюда приехали, и все находились возле меня в этот момент. Ну, потому что было непонятно, что будет, как будет, и как вообще дальше двигаться, в каком направлении. Когда ты возвращаешься, вот ты сегодня, вчера прилетел из Ак-Тубе, возвращаешься в Алматы, у тебя этот город триггерит, или ты его... Город сам по себе меня не триггерит, меня триггерят улицы и воспоминания, связанные. Вот эта улица? Меня больше напрягает Гоголева. Гоголева. Потому что это улица, по которой я часто гулял, это вот район супермаркета, Холидей, вот этот... Туда дальше идешь, фастфуд, куропатка. Потому что я там часто был, часто проходил, я это часто видел. У тебя грустные воспоминания? Часть твоего прошлого, получается? Да, да. Воспоминания грустные, грустные и воспоминания... Знаешь, как будто хочется туда вернуться и сделать так, чтобы всего этого не было. По-другому поступить. Да, да, да. Просто мы, когда приехали, тоже шли по этим местам, и он так весело рассказывал, типа, о, вот этот магазин мы здесь покупали, вот это, вот-вот-вот больница, я здесь лежал, типа, вот так. И, ну, сложилось ощущение, как будто он угорает над этим просто. Ты все это через шутку просто проводишь в своей, да? Да, да, да. В своей переживании, через шутку, лучше шутку кинул. Да. Быстро. Так легче живется. Просто, чем мне не нравятся Алматы, тем, что здесь люди гораздо злее, чем в Ак-Тубе. Элементарная просто ситуация, когда меня с больницы выписали, я еще протезы не получил, на инвалидной коляске, меня выписали домой на четыре дни отдыха, чтобы потом обратно положить на операцию. Меня отправили домой, и мне нужно было срочно поехать на иглотерапию. Мы вызвали таксиста, мы стояли на улице, получается, он приехал, он увидел меня на инвалидной коляске, он такой, бля, инвалидная коляску, когда салам сейчас? Ай, пэсси дарма. И, короче, просто берет, заказ отменяет и уезжает. И таких ситуаций было, по крайней мере, пару раз. И даже элементарно мы с дома выходили просто прогуляться, подышать свежим воздухом. Была такая ситуация, когда дети подходили ко мне, видят там, чувак без ног, без рук, себе весь гипси, что-то. Подходят, и дети интересуются, дети любознательны, им все интересно. Подходят, и типа, ага, сэзгейни волт, амнауне, холмзайда, денисрах. И их родители через окно, либо там дверь открывают и видят то, что они вокруг меня. Они начинают детей звать, загоняют, на меня смотрят, такие, псс, лярахмар, арахим, или там, упаси, боже, там, да. У нас, да, у нас не проводится ментальное образование. Видишь, проблема же в корне о том, что наш социум, наш, к сожалению, разделил им большой промежуток между людьми с инвалидностью, ну, и в целом, и социумом, да, и люди, которые социуми, они не знают, не знают, как обращаться, как вести. Это все от необразованности, это все от того, что, ну, я, твоя большая миссия, и ты моя большая миссия, что ты сюда пришел, что люди с инвалидностью, люди с особенными, которые с особенными подребностями, когда увидят, они поймут, что им надо выходить. Ну, по идее, я, почему я согласился, почему было интересно сюда прийти, потому что я хотел бы вообще в целом обратиться к людям, чтобы они поняли то, что жалость это самое хреновое чувство, которое они могут испытать по отношению к человеку с особыми потребностями. Это самое хреновое, что они могут сделать. Да, вы можете нас игнорировать, вы можете там не общаться с нами, но ни в коем случае не надо испытывать жалость, потому что, когда вы начинаете испытывать жалость по отношению к человеку с особенной, особенной потребностью, он начинает чувствовать себя жалким, никому не нужным существом, которое проживает свои дни и не живет, а просто существует. Большое количество было примеров, когда я лежал в больнице, когда ребята, молодые ребята, которые попали в такую же ситуацию, как я, которые закрывались в четырех стенах и не хотели никого видеть и ненавидели весь мир, потому что их жалеют, а когда-то они были, не знаю, какими-то крутыми чуваками, а тут бац, все меняется и к ним просто начинают испытывать жалость, типа, давай я тебя покормлю с ложки, давай я тебе жопу подтиру и так далее. Но есть же люди, которые, ну, сами вызывают жалость. Это неосознанно происходит. Просто потому, что социум, люди начали так к ним обращаться, и они привыкают. Типа подстраиваются сами. Да, подстраиваются, конечно. Ну, жалость и сочувствие, это, наверное, разные вещи. Все-таки есть же люди, которые... Сочувствие, да. Жалость и сочувствие, это разные вещи. И сочувствовать можно как-то, знаешь, с юмором. С юмором подходить к этому сочувствию. Ну, элементарно, вот почему мы именно такое направление ролика выбрали. Все, наверное, видели, когда на Ютубе смотришь видео какое-нибудь веселое, тут оно резко прерывается. Реклама. Да. И да, и какая-нибудь девочка... Вот это я вообще не люблю. Да, вообще не понимаю. Вот это почему... И прямо сама девочка рассказывает об этом. И музыка грустная. Да, и невозможно. Вот это вообще, ну, я хотел бы вопрос понять, это вообще, насколько это законно? Потому что... Это законным не запрещено? Не запрещено законным, да? Ну, конечно. Они просят помощи, они воспроизвают благотворительность. Как они делают, это уже второй, третий вопрос. И чем панч ваш ролик, тем, что у него не было вот этого... Не было признавок жалости. Мы старались избежать этого, чтобы больше было не жалости, а больше, типа, как к респекту. Сразу там панч начался, типа, ну, сразу с панча начинается же, да, вот твое лицо, и потом какой-то текст. Да, он говорит, и я остался жив. Ну, почти, типа, да. Что же я хотел сказать? Видео сегодня... Я сегодня зашел, он убрал миллион просмотров в Инстаграме. Это очень круто. У меня очень много друзей, знакомых тут, ну, я видел, которые делали репост, скидывали то, что они деньги кидали. Ну, самое интересное, что это коммерческий аккаун был. Малевич? Да. Ну, по сути... Сняли два видеоролика. Вообще, началось с того, что в нашу продажу... Ну, мы благотворительную акцию запустили, что 10% от заказа мы будем собирать вот на сбор протеза. И решили вот параллельно к этому снять ролик. Вот, типа, заказывайте у нас видео, занимайтесь благотворительной и благотворительностью. И параллельно, если хотите, можете еще откидывать ему деньги. Как в Ак-Тубе с видеопроизводством, с продакшенами дела? Ну, вообще, есть прогресс. Очень много талантливых людей. Богдад Аргинов из Ак-Тубе. Да, и Сардар Баймолдин тоже. Кто? Сардар Баймолдин. А, Сардар Баймолдин, оператор пацаночек тоже. Мачла Сардар. Богдад Аргинов, я у него... Ну, он свадьбы, когда снимал, я у него стабилизатор вот этот механический покупал за 30 тысяч тенге в свое время. Видишь, как... Потом он в Питер уехал. Палайта Жорстаболда. Да, ну, наверное... Снял хорошие видео тут. Почему творчество, ну, не так сильно растет в Ак-Тубе? Потому что все уезжают в Алмату. И у тебя тоже вместе. Видишь, ты не уезжаешь, ты должен там... Да. Должен его продвигать. Недавно вот сложился принцип, что я, ну, не хочу. Молодец. Были мысли, что я приеду сюда, буду здесь как-то развиваться. Но почему в маленьких городах нельзя развиваться? Все возможности есть. Можно приезжать на время, какого-то там опыта набираться. Но... Кто будет, как бы, двигать вот эту культуру, если все уезжают? Вообще, в целом, Ак-Тубе очень прекрасный город. Ак-Тубе Мачлав был в прошлом году. Прекрасный город. Наш продюсер Кайрат Нурмагамбетов родом из Ак-Тубе. Да, продюсер нашего подкаста, наших проектов, который движет нами всеми. Расскажи... Я бы хотел поговорить больше, наверное, еще про родителей. В тот момент, когда мы понимаем, что кроме родителей ты никому не нужен. И каким бы ты ни был, все равно рядом оказываются с тобой родители. И... У меня большое к нему уважение, что... Вот история про маму с папой меня, если честно, настолько тронула, что я сейчас до сих пор немножко в таком состоянии, потому что... Ну, когда ты слышишь историю, ты же себя... Ты говоришь про свою маму, у меня... Ну, милько... Там, образ моей мамы, да, моих родителей. И... Как они сейчас? Как за тобой они ухаживают? Ты уже самостоятельно... Ты живешь с девушкой, да? Я живу с девушкой, у нас арендное жилье. Живем отдельно от родителей. Ты уже не зависишь от помощи второстепенной, да? Да, потому что я уже приспособился жить самостоятельно. То есть, если раньше, допустим, даже элементарно залезть в ванну было большой проблемой, сейчас эта проблема уже не составляет. То есть... Плюсы в том, что у тебя есть инвалидность, тоже есть, и их много. Плюсы? Да, плюсы. Этих плюсов бесконечное количество. И самый большой, наверное, плюс для меня, и самый большой плюс, который я извлек из своей жизни, это то, что ты начинаешь думать наперед. Продумывать свои шаги так, чтобы не столкнуться с проблемой, которая тебе доставит неприятности. Как шахматная игра, да? Да, да, да. И у тебя мозг постоянно находится в активности. То есть ты думаешь, я сделаю вот так, вот так, чтобы не было вот такого, вот такого. И максимально делаешь все возможное, чтобы облегчить себе свою жизнь. В этом, наверное, на самый большой плюс инвалидности. Что касается родителей, у меня родители, это просто лучшие святые люди. Сколько им лет сейчас? У меня мама 74-го года, папа 62-го года. 12 лет разницы. Мы иногда в шутку с папой прикалываемся. В этом году отцовывают юбилей. Да. Мы в шутку прикалываемся с батей. У меня батя вообще насчет приколов легкие. То есть я могу спокойно сказать, капец, ты педофил, да? Ну, потому что, когда бате было 30, маме только исполнилось 18. И такого рода шутки у нас в семье, это нормально. Мы спокойно можем посидеть и поугарать там над средним братишкой и сказать, что ты когда-то девушку найдешь? Ты, походу, голубой. И с батей вдвоем мы сидим и разгоняем эти шутки в его адрес. Там первое время папа такой, типа, нет, в моем доме такого не будет. Таких шуток не будет. А потом, может, ты реально, сынок? Чувство юмора у тебя оттуда, да? Любовь к черному юмору. У меня от папы передалось это, первое, чувство юмора. Второе, это отношение к благотворительности. В каком-то роде интеллект его передался, потому что у меня папа тоже лайфхакер по жизни. Ну, в тебе чувствуется этот мужской стержень. Очень сильный стержень. И я думаю, что такие испытания слабым людям на голову не падают. Ну, видишь, здесь тоже можно сказать о том, что ты не узнаешь, насколько ты сильный, пока с тобой это не случится. Ты не знаешь, когда ты готов, когда ты не готов к такой или иной ситуации. И в этом самый прикол весь жизни. Я тоже когда-то даже и представить не мог, что со мной такое произойдет. Но когда со мной это случилось, я понял, что, блин, значит, это судьба такая, это тот жизненный опыт, за которым я пришел в этот мир. И я думаю, не зря меня Всевышний оставил на этой планете, на этой земле. Типа я мог спокойно умереть, но я остался здесь. Значит, есть какая-то определенная миссия, которую я должен здесь реализовать и которую я должен сделать для, так скажем, ну, хотя бы какого-то определенного количества людей. И вот, глядя, допустим, на своего отца, я понимаю, что моя жизненная миссия заключается в том, чтобы, первое, это передать какой-то опыт и знание, второе, это помочь тем, кто в этом нуждается, и третье, это передать, наверное, даже не передать, а дать какую-то мотивацию, что не нужно опускать руки, что не нужно ныть. Меня бесят люди, которые жалуются, когда там ударяют ногу о полку, либо когда девчонки там ломают ноготь, или еще какие-то какого-то рода отмазки. Типа, ну, блин, ребят, камон, это пустяки. Есть люди, у которых проблема гораздо хуже, чем у вас. Даже в моей ситуации есть люди, которые живут хуже меня. Ну, тоже не, как говорится, не обесценивая их проблемы. Для кого-то это тоже, для кого-то сломать ноготь, это большая проблема. Все зависит от восприятия. Да. Когнитивное восприятие жизни. Как вы думаете, вы, кажется, первые, кто сняли такое видео, такого рода видео, где сбор денег через историю, с юмором. Это вопрос к Сабиту. Наверное. Ну, в Казахстане, по крайней мере. Я думаю, были, не будем говорить. Может, были, я не видел. Я тоже не видел, просто я не думаю, что можно. Я говорю про то, что вот обрел такой масштаб. И просто я вам сейчас задаюсь вопросом, насколько это возможно, насколько возможно эту тему дальше раскручивать. То есть устраивать сборы денег нуждающимся через, ладно, не всегда через юмор, но через какой-нибудь креатив. Ну, блин. У меня есть ответ на этот вопрос. Очень много людей писали еще. Давайте снимите. Которые тоже делают сборы. Снимите нам такой же ролик. Ну, ты же всем не объяснишь, если всем подряд такое снимать, они все соберут столько же. Нет, и пропадет магия. Тут произошла химия. Тут произошла дружба. Ну, тут больше еще и харизмы его сыграло. Да. И стержень. Что-то мы много расхваливаем. Ладно. Ержан, ты тоже классный. Мне такие комплименты канут от вас. Не нужны. Нет, я про то, что ты же занимаешься вот этим всем в Актюбе, правильно? И я думаю, это неплохое направление, если его правильно как-то упаковать. Но мы думаем сейчас, как сделать, чтобы это работало дальше. То есть не получится снять просто еще один такой же ролик, чтобы дособрать деньги. Нужно креативить, да. Нужно уже что-то другое. Что, может, расскажем вообще про планы, которые мы с тобой озвучили? Конечно, расскажите, что вы. Ну, вообще, в будущем у нас с Абитом есть план такой, создать, так скажем, личный бренд, который в дальнейшем будет заниматься благотворительностью. То есть даже не личный бренд, а такой фонд. То есть более молодежный, более современный, выпускать какие-то мерчи, выставлять их на продажу определенную сумму. То есть даже элементарно вот это вот в начале фразы «меня зовут Саламат», который разлетелся по хэштегам, можно даже будет из него сделать какой-то мерч, нанести какой-то логотип, придумать и сделать какие-то продажи. То есть закуп можно сделать за счет своих каких-то денег, потом продавать и уже делать сборы каким-то другим людям. И это у нас в ближайшем будущем, скорее всего, будет. В будущем ты видишь себя в благотворительности. В любом случае, да. Почему нет? Это нужно. Это очень нужно. Это очень распространено на Западе. Все хоккеисты, все спортсмены. Идея, даже если не мы реализуем, ну, как идея сама, ну, линия одежды, которую человек носит, и ты видишь, блин, он вот занимается благотворительностью, он купил, блин, такую футболку. Типа такого. Ну, что-то в этом роде. Просто не только Ассарумы должен работать у нас. Ассарумы? Да, потому что эти ребята делают большой вклад вообще в наше общество вообще в целом. И должны быть ребята, которые будут просто на фоне где-то просто помогать еще дополнительно как-то. И мы хотим быть таким, так скажем, сообществом, которое будет помогать Ассаруме. Я уверен, все получится у вас. Ребята, это надо делать. Дай бог. Что еще? Расскажи, как деньги обратно просили. А, это вообще жесть. Короче. Деньги просили. Еще я читал, что за репосты тоже просили деньги у ребят. А под проценты у него просили. Короче, получается, это не первый, да, ваша возможность, когда вы пытаетесь собрать сумму. До этого он сам собирал. Ты собрал 3 миллиона. Да. Отдал на благотворительность другому ребенку. Да, у него был лейкоз. Я с его семьей просто очень хорошо подружился. Я проникся в их историю. Мы посидели, поговорили буквально там полчаса-час. Я понял, что это та семья, которой я хочу отдать деньги. И у меня 3 миллиона на счету, получается. А мне тогда нужно... Которые собрали тебя также на протезы. Да, да, да. А мне нужно было в общей сложности тогда на протезирование 58 миллионов, что ли, что-то такое. Ну, первая сумма была 38 миллионов. Потом сумму подняли, потому что начался коронавирус, вот эта вся фигня. И, соответственно, сумма на протезирование подорожала за счет того, что комплектующих надо везти, доставка и прочее, короче. Комплектующий подорожал. Я собрал 3 миллиона тенге за счет общей помощи всего Казахстана. Собрал 3 миллиона тенге. Я понимал, что дальше сбор все, он остановился. Люди перестали помогать. Меньше активности на странице. Меньше сообщений, меньше, так скажем, обратной связи. Все. И что делать с этими деньгами? Я же не могу их просто взять и в карман себе положить и сказать, ребята, я потом, короче, как-нибудь отчитаюсь. Я принял решение, то, что я отдам какой-то семье, кто в этом нуждается. Я увидел то, что у меня в запросах висит сообщение мальчик, ну, от страницы, вот, help, sanjar, висит сообщение. Я открыл его, смотрю, и потом там родственники пишут, типа, давайте встретимся, поговорим и так далее. Они просто хотели, чтобы я сделал репост и помог им, так скажем, запустить таргет для того, чтобы их ребенку начали собираться деньги. Мы встретились, мы поговорили. И я им еще ничего не говорил, то, что у меня 3 миллиона, я хочу отдать. Мы просто поговорили по поводу СММ, по поводу того, как запустить таргет, как это будет выглядеть, какой должен быть контент для этого, чтобы это было ненавязчиво. Я отправил первый миллион, они в шоке. Типа, ты что творишь? Я говорю, ну, я так решил, так надо. Потом отправляю на следующий день еще миллион, и потом еще миллион. Три дня по миллиону. И встает вопрос, ну, типа, отправил, отправил, окей, надо записать какое-то отчетное видео, чтобы отчитаться перед людьми, которые мне помогали. Я просто записал видео, у нас свой телефон, мы сели в парк, я записал видео, где я объяснил людям, почему я принял такое решение, почему это нужно, и почему я отдал именно этому ребенку. Приложил все квитанции и отправил деньги, все. На этом история закончилась на какое-то время, но буквально недавно я видел этого ребенка, который играется в развлекательном центре, он здоров, все хорошо, и подошли его родители и сказали, спасибо тебе большое, мы постояли, пообнимались, попили чай, это было очень прекрасное такое ощущение, когда ты чувствуешь свою какую-то важность, и ты чувствуешь себя полезным в этом мире, я назову это так. Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к сбору денег? А, нет, нормально, я просто чахнуть не могу. А, я думал, ты вспомнил мальчика и начал плакать. Нет. Можно я попью все быстро? Капец, закрывает. Ну, истории, конечно. А, да, вот эти истории остались, кстати. Окей, нормально. Какой вопрос был? Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, что вот очень много сборов появилось, да, что родители нуждающихся вынуждены собирать деньги в интернете, вынуждены то же самое делать агрессивно или через таргет вот на ютубе, да. Как ты к этому можешь нам объяснить, как это все работает? Ну, смотри. Правильно ли это все работает? Правильно ли мы движемся? Как нам к этому относиться? Это действительно просто вот классную тему, на самом деле. Я чуть не затронул, что когда ты начинаешь смотреть, и твой мозг вообще не хочет воспринимать это. Ты сидишь, залипаешь на каком-нибудь там ютуб-канале и... Ты отталкиваешь просто это. Ты отталкиваешь и сразу скип-скип-эд, да, и в то же время ты чувствуешь себя, ну, чуть-чуть парширенько, потому что ты не досмотрел это, и ты хочешь, блин, я эту информацию сейчас не прошу, да, не прошу, не прошу эту информацию в голову. Еще есть такие видосы на ютубе, которые с первых секунд говорят, типа, если вы, ну, грубо говоря, не закинете деньги, то пролистните, чтобы у нас за вот этот просмотр, типа, не снимались деньги. Заклик. Да, заклик. Ну, типа, я нормально к этому отношусь. Ну, знаешь, людей очень много, которые нуждаются, но что им делать, если помощи неоткуда ждать? Залазить в кредиты, долги, чтобы потом сидеть на мели и ждать какого-то чуда, тоже не вариант. Единственный способ, это люди. Потому что, когда они выходят через портал на государство, чтобы получить какую-то квоту на лечение и так далее, там выделяются определенные суммы. Ну, не будем говорить, какие суммы, и ты, чтобы получить эту сумму, ты должен простоять в очереди. Бюрократия. Пока ты стоишь в очереди, ну, кто знает, что будет с твоим ребенком. Может, завтра у него состояние ухудшится. И, соответственно, они вынуждены делать такую рекламу и вынуждены обращаться к людям таким образом, каким они считают нужным. Извиняюсь, для ясности, мы не против этой рекламы, мы просто хотим здесь обозначить просто, ну, твое мнение, как людям, которые посмотрят, реагировать на подобное, на вызов, призыв. Потому что еще плюс, почему лично я не сильно занимаюсь благотворительностью, когда я вижу, у меня есть сомнение, друг, это мошенники, потому что есть же еще и мошенники. Это тоже легко же проверить, по идее. Это проверяется информация. То есть они... Научи нас, пожалуйста. Ну, смотри, я раньше, когда занимался благотворительностью прямо как фонд, как общественное движение, мы запрашивали справки и потом проверяли их там либо по больницам, по базе проверяли, типа, есть ли такой-то, такой-то в базе там по инвалидности. Но это нужно несколько действий, получается. И как это проверить? Ну, это как ты фонд, вот как человеку проверить. Как человеку обычно проверить, вы можете запросить, во-первых, это удостоверение личности, второе, справка об инвалидности, либо справку, где написан диагноз ребенка, где указана фамилия, имя, потому что везде в справках пишется фамилия, имя, дата рождения, вплоть до ИИНа там все пишется. Особенно, если эта справка получена в Казахстане. Если справка получена где-то за границей, то там будут контактные данные на английском языке полностью, где указана страна, место проживания и прочее. То есть за счет этих документов можно проверить, насколько человек действительно нуждается и насколько сильно этот человек просит помощь и является он мошенником или не является мошенником. Обычно мошенники по кому методу действуют, они скидывают какие-то документы ребят, которые там в Москве где-то болеют, ты можешь там зайти в Инстаграм, проверить, там пишешь там «хелп Матвей» и так далее. Там ребенка зовут Матвей, просто «хелп Матвей», заходишь в Инстаграм, смотришь, а там вообще другой ребенок с другим диагнозом и уже собрал там деньги, допустим. И часто этим занимаются там чуваки с России. В Казахстане такого очень редко встретишь. В Казахстане обычно как происходит? В Казахстане пишут, мне в Дарик недавно написали «Скинь заднюю фотку Дустака», короче. Типа, окей. Потом что мне писали? Почему скинь заднюю? Ну, микокредит оформить. На меня в прошлом году так микокредит оформили. А зачем вы запрашивали? Зачем ты скинул? Я не скидывал. Во второй раз я не скинул. Первый раз... Первый раз сыграла роль моя наивность. Ну, типа, я взял в сторис, выкинул фотки из Дустака, свои контактные данные, короче, якобы, вот мои реквизиты, можете туда-то, туда-то мне переводить с других банков и так далее. И потом этот сторис неделю был у меня в актуальных. Мне пишет одна женщина, юрист говорит, «Саламат, ты что творишь?» Я говорю, в смысле? Что происходит? Она говорит, «Ты в курсе, ты свои данные высветил, короче, на тебя сейчас могут оформить любой кредит, что-то взять в долг и так далее». И просто высветив заднюю фотографию удостоверения? Да. Я переднюю и заднюю взял, выстоял и пол выкинул в сторис. Я не знал об этом. Нет, мне кажется, это не совсем так. Почему? Я тоже много кому присылал задних своего удостоверения. Нет, а я выложил сторис. Я выложил сторис и потом закрепил в актуальные еще закинул. А тогда этот сбор был в самом разгаре, потому что я собирал деньги на протезирование первый раз, там большая сумма, активность и все такое. Я думаю, да нет, не может быть. Кто возьмет на микокредит на меня? Кто вообще одобрит микокредит на человека, у которого инвалидность первой группы? Типа, ну, это нереально, думаю. И поэтому я так спокойно закинул, спокойной душой. Потом, прошло полгода, мне звонят с какой-то микокредитной организации. Здравствуйте, была от Саламат Иргалича. Такой, да. Что микокредит? Что не платим? Говорят. Говорю, в смысле, какой микокредит? У вас микокредит такой-то организации, вам нужно срочно внести сумму в размере 300 тысяч тенге. Я такой, откуда, что? И этот, нанял юриста, мы начали разбираться, все выяснили и решили этот вопрос. Вот так вот было. А вот недавно со сбором тоже были смешные ситуации, когда люди обижались на меня. Вот, когда ты выставил или выставили это видео, да? Да, мы это видео выложили, получается, и, ну, я там периодически выкладываю репосты сторисов себе в сторис, то есть упоминания о себе там у кого-то. И мне пишет одна женщина с претензией, типа, что ты, типа, видео там 200 тысяч просмотров набрала, там, звезды репостят, ты что, тоже звезду поймал? Блогером себя почувствовал? А это кто пишет? Почему? Женщинка тоже собирает сбор? женщина с инвалидностью, тоже собирает сбор. Я говорю, а что случилось? Что, собственно, случилось? Почему так с агрессией ко мне? Она говорит, я, вообще-то, тоже репостнула, а ты даже не додумался репостнуть, короче. Она репостнула, получается, видео и подписала его, там, типа, и свои реквизиты, короче, указала. И она надеялась, что я репостну, и за счет того, что я репостну, какая-то аудитория перейдет к ней. А я этого не заметил. А если бы ты заметил, ты бы репостнул? Я бы репостнул, типа, вообще на изи. Сколько раз там писали ребята, которые нуждаются вообще спокойно репостчу. Потом здесь, в Алматы, в Алматы парень один репостнул, какой-то фитнес-инструктор, что-то такое, короче. Он репостнул, скинул мне деньги на Каспии, а я, короче, не видел сообщения, и он мне скидывает квитанцию об оплате, я как бы, ну, квитанцию о переводе. Скинул 5000 тенгей, и он мне пишет, лови, братан, удачи тебе во всем. А я, короче, за рулем езжу, на рабочий, не могу ответить. И потом я такой, захожу в Инстаграм, резко пишу, йоу, братан, как ты? Там, типа, прикольно поступило, короче. Не сказал спасибо, потому что я там резко писал, и он такой, мне пишет, верни мне бабки обратно, капец ты неблагодарный, я лучше отдам эти деньги тому, кто в этом нуждается. Я говорю, скинь мне свой номер Каспии, я тебе переведу, ну, вообще, без вопросов. Потом он мне скидывает свой номер, я ему перевожу обратно деньги, и говорю, спасибо, без обид. И он такой, наконец-то ты додумался, но уже поздно. Я такой, блин, ладно, окей. Да, что у людей в голове? Что за мусор? Что происходит? Ну, блин, сбор это прикольно, по идее, тем, что люди пишут всякую смешную фигню в Инстаграм. Блогеры просили деньги? Блогеры просили деньги. Было пару блогеров, были и казахо-язычные блогеры, и были русскоязычные блогеры с аудиторией, от 100 тысяч до 300 тысяч. Сколько просили за репост? Кто-то просил 10 тысяч, максимально просили 50 тысяч за репост в сториз. Через сами или через директора? Нет, они мне объясняли как, типа, блин, братан, не обессуй, я не могу сделать репост. Я такой, а почему? Я работаю с такой-то, с такой-то компанией, которая меня продвигает. И вот, типа, йо, братан, не обессуй, не могу сделать репост. Давай, ты мне заплатишь 50 тысяч, я отдам их своему менеджеру, который ведет мой Инстаграм-аккаунт, потому что я обязан отчитываться за каждую сториз, за каждую свою деятельность. Нам надо тоже ценить труд людей, труд блогеров, труд медиа, ну, когда есть понятие коммерции, есть понятие благотворительности, есть понятие некая гражданская солидарность, и просто, ну, видимо, они это не разделяют, и за это. Короче, в головах бардак. Труд блогера. Просто я так скажу просто все. Ну, ты тоже потихоньку становишься блогером, да? У тебя уже аудитория сейчас вырастает, растет, сейчас вырастет аудитория. Я вообще не планировал. Такой цели стать блогером вообще изначально не было. Типа, ну, а мой батя всегда говорил, типа, ну, мужик должен работать. Мужик должен делать то-то, то-то, то-то. Блогер это, это блогер. Это молодые ребята, которые там пользуются популярностью среди девочек. Вот эти маленькие, слащавые. Это папа так говорил? Да, маленькие, слащавые мальчики. Это не труд. А что ты говорил ему в ответ? Я слушал. Ну, потому что это отец, ну, что ты ему здесь скажешь. И типа, мне казалось, что это правильно. Типа, да, ну, я мужик, я должен работать. Типа, вот эти деньги, это легкие деньги, которые придут и уйдут завтра. Типа, нет. Я работал. И посты, я почему пишу их? Потому что в свое время мне было скучно. На балконе сидишь, куришь, и приходит какая-то мысль. И я записываю ее. И мне нравится писать свои мысли, когда что-то со мной происходит интересное. То есть, если я в какой-то момент переживаю какое-то событие, я обязательно о нем пишу. То есть, я таким образом пытаюсь выговориться. Выговорить и выписать свои мысли, чтобы они меня там больше не беспокоили в голове. И мне от этого становится легче. Ну да, это другое. Ты просто ведешь блог. Ты же не блогер. Да, это чисто для себя. Да. Вести блог. Что такое, Ержан? Умиляешься? Ну. Он до сих пор, кажется, там на рельсах. Не, Ержану, когда нравятся люди, он всегда молчит. Когда ему нравится, как делать подкаст, он всегда молчит. Ну не молчит. Ну ты что-то много куришь и пьешь, так кажется, нет? Да я бросил, я уже два года не пью. Вообще ни капли в рот, как говорится. Продолжим. Ладно. Насчет сигарет, то я бросал, то я начинал, то я одноразки курил, то клош, мол, короче. С этим все сложно. Просто в свое время никотин мне очень сильно помог. Когда я слез с этого травмодола, когда мне его кололи в больницах, я с него слез. Надо было. И никотин стал отличным способом, так скажем, переварить эту историю. Да, потому что никотин имеет свойство, когда ты куришь сигареты, он сокращает твои сосуды. При фантомных болях, когда у тебя фантомная боль, ты можешь спокойно покурить, и на какое-то время фантомная боль пройдет, потому что сосуды резко сужаются, и все, и ты не чувствуешь ничего. Наркотики не пробовал? Нет, нет, никогда в жизни. Вопрос еще. Ты смотрел предыдущие наши серии за Мандас, когда потом приходили пара олимпийцев? Нет, скажу честно. Взгляни, там тоже ребята у всех истории свои, но это как-то связано с спортом. То есть, и ты никогда не думал заняться спортом? А вопрос, кстати, ну, типа, до их случаев они занимались спортом? Мы это тоже спрашивали. Да, занимались. В большинстве случаев, я смотрел, но я что-то пропустил. В большинстве случаев, да, это бывшие спортики, конечно, но есть... Но не профессиональные спортики, просто как бы занимались спортом активно. Занимались спортом в детстве, да, но да, и нет, то есть, ситуации очень много и разные, там, кто-то занимался, кто-то не занимался, кто-то там был чемпионом мира, да. Я раньше занимался спортом, я занимался профессиональным футболом, до тех пор, пока не получил травму колена, у меня мениск полетел, мне делали операцию, и все, и пришлось завязать с футболом. Потом я ушел в любительский, и потом я просто уехал в Алмату, и здесь чисто работа-дом, работа-дом, работа-дом. Что касается моей жизни сейчас, со спортом, знаешь, я вот буквально месяца четыре назад пошел в качалку, попробовал, офигел от того, как тяжко это. Когда тебя тренер заставляет, такой, приседай, и ты такой за счет того, что протезы прямые, я не могу нормально приседать, и нагрузка основная идет на спину, и идет на основание, получается, на культю, а у меня там кость выросла, короче, она кожу рвет, и было тяжко. Но сейчас там они, ну, тренера подготовили для меня специальные курсы, специальную методику. Дома у себя, да, в Ахтубе? Не дома, а в фитнес-центре подготовили методику, по которой они хотят сделать так, чтобы я стал бодибилдером. Блин, давайте все-таки про Олю интересно, блин, про любовь. Скажи, ты счастлив в целом? Я очень счастлив. Ну, сейчас я счастлив. Ты выглядишь очень счастливым человеком. Ну, это ее заслуга в том, что я счастлив и спокойно. Да, бывают моменты, когда мы жестко сремся, когда мы ненавидим друг друга, но она позволяет мне чувствовать себя мужчиной. Это проявляется, когда, допустим, я не хочу что-то делать, я уже не хочу ездить с аниматорами, мне это неинтересно, я просто хочу просто посидеть дома, поиграть там, в телефон позалипать в ТикТоке. И она такая, нет, сегодня отдыхаю я. И ты такой, окей. Потом, когда ты за рулем долго ездишь, ты говоришь, Оля, сядь ты за руль, я уже устал, я уже не могу. Она говорит, нет, ты мужик, терпи, едь. Типа, я не сяду за руль. Типа, я не хочу. Я не буду этого делать. Я говорю, нет, сядь. Она такая, нет, нет. Или когда, допустим, дома что-то надо сделать, я говорю, Оль, помоги. Нет, сам. Сколько вы уже вместе? Мы уже два года вместе. Жениться собираешься второй раз? Да, но я сейчас этот момент оттягиваю, просто потому что... Я боялся, да, но не на ней. Нет, я этот момент оттягиваю. Оля, сори. Матч лав, Оля, матч лав. Оттягиваешь, говоришь, момент? Почему боишься? Брак такая штука, да? Да. Есть страхи. Мне просто сейчас комфортно находиться в тех отношениях, в которых мы сейчас находимся. То есть это такой, типа, гражданский брак, при котором мы оба кайфуем от того, что мы есть друг у друга, она знает, что у нее есть. А ей комфортно в такой форме жить? Ну, конечно, нет. Потому что любая девушка, она хочет примерить на себе белое платье, которая хочет пышную свадьбу, которая хочет, чтобы все было, как у нормальных людей. На свадьбу нас позовешь? Если приедете, то почему нет? Мы приедем. Почему нет, если позовут? Да. Мы приедем. Но только если это будет Оля. Да. Так вы не знаете, какая именно. Может быть, я найду другую. Да нет, это все шутки. Шутки, 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 шутки. О своих детях мечтаешь? Вот сказать честно, для чего мне протест? Казалось бы, элементарный вопрос. Кому-то нужен протест для того, чтобы водить машину, забивать гвозди и так далее. Да, это все круто, это все прекрасно, это все интересно. Но мне протест нужен для того, чтобы, когда моя жена родит, я смог взять своего ребенка на руки. Это самая большая моя мечта с детства, стать отцом. Ну, как-то так. Это почве, да. Мы готовы завершать наш подкаст. Ребята, большое вам спасибо. Большое, что пришли. Саламат, я верю. Я знаю, что твоя мечта исполнится. Мы тебе поможем. Аудитория Замандаса. Я очень редко прошу благотворительности, потому что я к этому отношусь очень трепетно, щепетильно. И я хочу, чтобы мы помогли Саламату. Я знаю, что это реально. Сколько осталось собрать? Чуть меньше половины? Меньше половины. 10 миллионов. Давайте попробуем собрать 10 миллионов. Можете купить у меня машину, либо купить у меня мозг. То есть знания, какие-то услуги воспользоваться. СММ. СММ, маркетинг, создание сайтов, визиток, лидогенерация, таргет и прочее. То есть любой вопрос, в принципе, решаем. Дурацкий вопрос, вообще не в тему. Ну, поскольку у ребят с чувствами мира все хорошо. А где нога? Все сожгли. Сожгли все? Все сожгли. У меня тоже был вопрос, кстати, типа, может там как-то хранится это? Нет, все сожгли же. Сразу сжигают. Сразу сжигают. И сейчас где-то у кого-то дома мыло есть из моей ноги. Самое прикольное, что он серьезно вас принял. Совсем большое спасибо. Булзамандас подкаст. Ребят, давайте поможем. Мы оставим реквизиты, оставим, как связаться с ребятами. Матч лав. Нам спасибо, ребята, что позвали. По рейсам, пожалуйста, не ходите еще. Да, ребята, по рейсам, по рейсам никогда не ходите. В парках тусуйте там. Потому что это административка. Штраф. Но не из-за этого. Как минимум, да. А как максимум это будет. Ход не положен в месте. Типа, я платил. Субтитры сделал DimaTorzok Ебра, 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 ебра.